всем добрый день мы с вами находимся в институте защиты семян меня зовут людмила трушкина я маркетинг-менеджер по защите семян зерновых и мы продолжаем с вами рубрику слово агрария разрешите представить вам своего гостя всем привет меня зовут михаил кфх это семейное дело расскажи как ты начал заниматься сельским хозяйством что она это тебя сподвигло ну я думаю как и большинство такая довольно классическая история начал заниматься дед начало свое положил девяносто третьем году начиная с осознанного возраста подключился я то есть я сколько там тебя помню вот в этом деле в семейном крестьянско-фермерском хозяйстве слушай но действительно это очень круто когда есть такая преемственность поколений подскажи вот что лично тебе примутся нравится когда ты занимаешься сельским хозяйством что скажем наиболее яркие эмоции у тебя вызывает на данный момент я вот как начал учиться в городе с появлением как каких-то ну таких перемен еще больше начинаешь ценить то что вот у тебя вот поля то есть ты приезжаешь домой после учебы и тебе банально просто выехать в поле там на тракт или там поехать поля обсмотреть на машине это уже вызывает огромное удовольствие то есть несмотря на какие-то процедуры то есть пахота сев то есть это даже просто банально выбраться после города после суеты в родные поля где ты просто вырос вообще вот сколько ты себя помнишь все детство в тракторе вот эти полевые обеды все вот 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 просто все настроение поднимается настрой сразу хочется взять руки в телефон всем под любимым подписчикам рассказать что происходит какие планы вот как то так вот 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 это меня впечатляет на данный момент здорово очень здорово что ты этим делишься зачастую когда то есть человек полностью погружается да вот весь сам процесс но не всегда скажем уделяет внимание для того чтобы поделиться с информацией опытом очень круто что ты этим занимаешься подскажи где тебя можно найти посмотреть вот информацию которую ты делишься на данный момент по актуальным соц сетям ну это telegram и сейчас потихоньку стараюсь развивать youtube это была чистая механика и норма всема на каждой секции получается пшеничка уже начинает пуститься потихоньку основные поля показал ставьте лайки какими культурами занимаешься что чем больше всего работаешь ну занимаемся потому что мне пока еще неудобным гриб потому что в любом случае это дело отца и дяди но я просто как по возможности стараюсь подключаясь помогаю поэтому ну основная это озимая пшеница горох причем не фуражный горох а именно мозговой семенной горох который выращивается для зеленым на консервы там на стручки и так далее вот иногда сам зеленый горох то есть убираем его зеленым на консервы то есть там в зависимости от года это как контракт вот ну и подсолнечник это основные до этого начиная с вот с 93 года занимались сахарной свеклой вот по если я не ошибаюсь по 2020 или девятнадцатый год 25 лет беспрерывно слушай а интересно почему тогда ну так сильно скорректировалась работа по культурам ушли так скажем в семеноводческое направление по горошку поэтому как бы сахарная свекла она выпала из зевооборота но еще есть ряд факторов такие как влага то есть раньше и урожайности были больше сейчас урожайности меньше затратная часть гораздо выросла сильнее ну и вот поэтому как бы ушли в сторону симно-отческого направление подскажи вот на сегодняшний день скажем насколько понимаю зима пшеница также и структуре как ты видишь скажем как-то оцениваешь перспективы перезимовки и насколько скажем для вашего хозяйства скажем критичные там показатели перезимовки скажем какой кусок там от севооборота условно занимает азима пшеница ну азима пшеница занимает у нас 50 процентов по большинстве случаев да бывает там чуть больше там 55 60 ну да вот половину стабильно минимум она занимает у нас это обычно все происходит в марте поэтому судить у нас еще есть февраль у нас еще есть март поэтому как бы посмотрим судить еще очень и очень рано потому что обычно с возвратные заморозки это ну марте то есть они могут даже в середине то и в конце марта то есть на сегодняшний день достаточно спокойно на сегодняшний день да на сегодняшний день все хорошо будем надеяться что так и будет и никакие возвратные холода не испортят даты сев подскажи вот с точки зрения технологии ну я не как бы не знаю насколько тебя погружает этом в процесс именно корректировок технологии возделывания культур но соприкасаемся это ли с этим процессом и будут ли какие-либо изменения именно в технологии возделывания например культур ну я бы не сказал что будут изменения есть да какие-то небольшие корректировки но это они больше связаны с получением какого-то каких-то новых знаний то есть каждым годом мы стараемся наоборот все лучше и лучше выстроить технологию то есть стараемся работать на качество стараемся работать на и на количество вот поэтому вот на данный момент да уже выстраивается стратегия по которой мы работаем и стараемся по ней двигаться если есть возможности если есть если есть возможности я поняла подскажи еще пожалуйста планируете ли вы какие-то вводить новые культуры например с оси в оборот либо вот все то есть чем вы сейчас работаете да это горошек на семенной цели и в принципе азимая пшеница составляет основной как бы интерес тяжело ответить на этот вопрос как бы всегда какие-то культуры новые у нас появляются экспериментируем потому что до ситуация сейчас такая что надо пытаться на том количестве земли которая есть просто получать максимум то есть если нет возможности идти развиваться в земле там и так далее ну в количестве надо то есть выжимать максимум из того что есть поэтому да периодически стараемся какие-то культуры пробовать там например соя вот что у нас такое ну вот либо соя либо ну что из того что у нас было на пробу это ну кондитерский подсолнечник а так пока вот так то есть расскажи пожалуйста как относишься вообще в целом к защите семян то есть при планировании сезона какую роль отводишь зоне обработки семян какой у тебя подход да это самое начало это основа основ так сказать в укреплении и получении будущего урожая поэтому это как бы имеется и это все заранее планируется в зависимости от такой как какой будет себе в оборот вот и это еще с лето планируется закупается вот как бы поделись пожалуйста какие основные для тебя критерии выбора препаратов для обработки семян экономическая целесообразность в первую очередь ну и результат эффективность до эффективность уже отталкиваются и все эти моменты то есть удобство применения вот в принципе как-то так то есть тут много факторов в этом выходе и выходит из этого абсолютно согласна экономика и результат эффективности примененного препарата безусловно это важно подскажи какое у тебя отношение скажем вот оцифровки полей пользуешься ли ты сейчас уже системами агромониторинга и как это тебе помогает будучи на работе да безусловно пользуюсь на постоянной основе стараюсь кровать самая любимая вот без без там каких-то этих правда про пользуюсь всегда да то есть помогает видеть какие-то проблемные участки видите потенциал урожая то есть помогает вот ну а дальше там уже как ты вносишь данные то есть стараюсь сейчас вот хочу ну планирую по максимуму загрузить информации чтобы получать тоже соответственно тоже максим то есть это и картирование и внесение данных всяких там в общем по максим по максимально возможным что там вообще есть функциональ здорово интересно с удовольствием приедем посмотрим потом на результаты работы в том числе сегодня целый день провел стенах института скажи пожалуйста скажем твое общее впечатление и что наверное скажем максимально полезно что ты сегодня для себя узнал услышал поделись пожалуйста это такая прям обширная тема так как я не являюсь агрономом для меня многие слова конечно воспринимается тяжело да но где-то что-то ты в любом случае понимаешь и когда ты понимаешь ты радуешься что вот и ну как бы на волне как бы можешь где-то что-то потом передать вот ну из из такого что ну открываются глаза намного то есть и приезжаешь домой сразу вот подобных мероприятий и что вот надо пересмотреть вот здесь вот тут то есть как-то там взять там тоже обработку семян то есть более какие-то детальные моменты с настройкой калибровкой вот то есть дальше по сзр там когда вносить то есть тут начинаешь обращать на эти мелочь вот и самое главное самое главное о чем я уже сегодня упоминал это развеивание мифов то есть где-то что-то кто-то начинает говорить что вот да вот они там выпустили препараты там маркетинговый ход вот уже есть действующие вещества которые можно там подмешать и будет так там или смешать там сделать баковую смесь и как бы получится то же самое но гораздо дешевле вот и когда тебе вот когда ты не особо разбираешься да там тебе вот смотри вот 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 это вот это вот там вот эти используют такую-то часть да скажем так и тена на примере показывают вот как это все устроен то есть не просто пустые слова как люди это просто преподносит что вот все это фигня не тут все очень открываются на это глаза не остается никаких вопросов что в эффективности все ты приезжаешь домой ты уверен как бы своих препаратах что у тебя все получится круто но что может быть там хочешь пожелать своим коллегам тоже сельхозпроизводителям скажем какие общие выводы это очень полезно то есть намного и даже если ты не разбираешься во многом нет у тебя какой-то агрономической специальности но правда это очень намного открывать глаза это многое развеивает мифов что ты можешь с человеком у тебя есть аргументы что как приводить чтобы где тебя не обманули тоже вот кстати вот это сегодня тоже такой момент много узнал где где люди как могут обманывать где-то что-то недорассказать то есть как бы самое главное на вот посещать такие подобные мероприятия развиваться и тогда все будут большими упражнения спасибо тебе огромное за такую высокую оценку действительно как бы важно доверять до партнеров с кем работаешь да быть уверенным в результате который будешь получать и на самом деле развиваться развиваться да и как бы применять это у себя в хозяйстве спасибо тебе огромное была рада услышать такой высокий отзыв ждем тебя снова в гости вам спасибо большое